Всем привет, в первую очередь. Сейчас я расскажу о NUME и как сработать с ней в Java и в Apache Ignite. Я думал, что эта фича была в 2.13, но оказывается она в 2.14 залезла. Ну, не суть важна. Это отдельный модуль, который я разработал для определенных целей. Конкретно NUME, это, соответственно, первый, как Non-Uniform Memory Access, это способ реализации хардварной работы памяти и мультипроцессорных систем. Соответственно, немножко себе, вот я, мои контакты, ссылки на слайды я скину. Вы можете там покликать, посмотреть. Все это, естественно, на G-Hat Payless. Так, небольшое введение. До, соответственно, 2003-го или 2004-го года, соответственно, до архитектуры нехалем, в мере, соответственно, X86 и X64 была вот такая архитектура памяти. То есть у нас были процессоры, они шли, ну, соответственно, у них будут свои кэши. Когда проходили кэш-миссы, мы шли в Memory Controller, и, соответственно, он ячейки и соответствующие банки вытаскивал. Ну, как в этой архитектуре, очевидно, узкое место, это Memory Controller и сына, да. То есть, по сути, у нас такие все быстрые ядра иногда вынуждены тупо ждать в очереди, сходить в память. Соответственно, надо было что-то с этим делать. Соответственно, придумали такую вещь, как Non-Uniform Memory Access. То есть у нас, получается, у каждого CPU есть свой Memory Controller и свой Memory Region памяти, свои банки памяти. Ну, соответственно, обычно вот этот Memory Region называется Numa-узел, Numa-ноды. И, соответственно, у каждого CPU есть эксклюзивный, по сути, доступ к этой памяти, самый быстрый. И, соответственно, они могут, например, вообще ходить другие узлы, но, соответственно, это не так быстро. Это медленнее. На самом деле, из-за того, что, как бы, если мы возьмем ретектуру Linux, да, большинство процессов работают, особенно если мы пишем на языках RDC и C++, мы стараемся треды, на самом деле, не запускать, а форт процесса. То есть получается, что у нас процесс обычно запущен на каком-то CPU в один раз, и, как бы, он входит в свою быстро память, и все хорошо. Когда у нас, соответственно, мы запускаем много тредов, то есть мы используем языки с менеджера, то мы ставим типа с garbage collector вроде Java, .NET, Go, мы, соответственно, стараемся запустить много тредов. Даже в ГО, если мы говорим, это там ГО-рутина, но работают они, естественно, на трех пуле. То у нас, получается, возникает проблема, что некоторые треды, к объектам, например, в куче ходят слегка медленнее, чем тред, который там создал этот регион и лоцировал его. И в связи с этим возникают сложности. Часто бывает, что мы лоцируем большой мемор-регион, и его лоцируем неравномерно, то есть, например, он вылезает в одну Numa-ноду, как положено, и мы лоцируем этот кусок памяти с помощью вызова мапс системного. Да, мы очень быстро работаем из какого-то одного CPU с ним, а другие, соответственно, работают медленно. Включается неравномерная нагрузка, включаются различные артефакты, какие-то запросы быстрее работы, какие-то медленнее. Это, ну, нехорошо, нехорошо с точки зрения именно латности. То есть мы не только запросы, все рвем непредсказуемо медленно. Но с этим надо что-то делать, и, соответственно, в операционной системе Linux, в данном случае мы говорим в основном про нее, очевидно, есть соответствующие системные вызовы, которые позволяют, соответствующим образом, страницы памяти размещать на определенных Numa-ноделах. В следующем разделе я немножко об этом расскажу. В Глипце, соответственно, ничего нет, не реализовано. То есть для того, чтобы с ними работать, надо ли бы их непосредственно напрямую вызывать, например, как это сделано в Java, просто Cisco. Но вообще считается, что надо использовать такую библиотеку, как и в Numa. Она есть в дискрибутиве Linux. И, скорее всего, если у вас в системе два процессора, предположим, да, не один, то, скорее всего, во время установки у вас все уже состоит. Ну, имея в виду разделяемая библиотека и утилита. Девелоперский пакет, естественно, в этой деле. Ну, вот я примерно показываю, как использовать системный вывод MBint. Это основной системный вывод, на самом деле, потому что там есть много других системных выводов, которые позволяют вам узнать, сколько у вас узлов в памяти, как припинить процесс к определенному тренеру, номеру узлу, то есть, ну, какие-то вот такие вещи. Ну, задать политику локации. Ну, это все частности. На самом деле, большинство используют вот такую вещь, как MBint. Ну, соответственно, типичный способ – это код Naseya, соответственно, как нам Naseya слоцировать определенный кусок памяти и распределить его с определенной политикой. Вот эта политика, мы о ней подробнее расскажем, называется Interleaf, соответственно, чередующаяся. Соответственно, если у вас много потоков в вашей программе, например, в Java, и у вас аллоцирует какой-нибудь в архипе большой кусок памяти, вам нужно либо очень правильно, грамотно распределять эту память к определенному узлу потока, но это достаточно сложная архитектура. Но проще всего для того, чтобы у вас был равномерный доступ к страницам, сделать их чередующими. То есть у вас равномерно страница распределяется по всем узлам. Как бы это стратегия, как бы rule of thumb, да, то есть ее, скорее всего, надо использовать просто по умолчанию. А все остальное – это уже дальнейшие оптимизации. Скажу, немножко сбегать вперед. Как раз для локаций в HIPAA в Apache Ignite я реализовал несколько способов, в том числе вот такой, для локации нашего дата-региона, ну, любого дата-региона, соответствующей политикой на новом узлах. Ну, соответственно, вы вызываете MAP, а дальше вызываете системный вызов Mbint, и вуаля, у вас аллоцируетная память распределена равномерно по новому узлам. Ну, соответственно, когда вы освобождаете, вы вызываете системный вызов MNMAP. Соответственно, в API Libnuma есть вот такие наборы функций. Соответственно, битмаска – это стандартный массив в сутпамяти, соответственно, биты означают, какие нам узлы мы аллоцируем наш память. Вот. Соответственно, у них есть вот такой API, то есть alloc, free, set, bit, is, bit, set, num, max, node. Ну, то есть базовые вещи для того, чтобы понять, сколько у вас numozлов есть и как вам задавать маску для следующей локации. Ну, и, соответственно, есть методы типа numaloc.local, numaloc.node. Local – это, соответственно, вы аллоцируете на той numo.node, на которой запущен данный процесс, данный трэд. Ну, он забинден к определенному CPU, соответственно, вы на этом numozле аллоцируете. Он node, соответственно, вы выбираете специфическую ноду. interlift – это вверх по перемешку. Если есть interlift, subset – это вы можете выбрать, если у вас, например, 4 numozла, вы можете выбрать там на numozле 0 и 2. На 1.4 не аллоцируете. Просто numaloc. Вы можете задать аллокацию по умолчанию процесса. Обычно это local. Но вы можете это задать отдельно. И вызывая numaloc, как бы экономить дополнительные вызовы. Но это не очень в нашем случае интересная вещь. Потому что у нас аллокация системного региона, вы знаете, происходит при инициализации на старте узла. Поэтому вызова часто нет. Он, по сути, редко вызывается. Ну, и, соответственно, эта часть кода из того модуля, который я написал, ну, соответственно, это был джинный библиотека. Ну, написано на C++. Соответственно, это версия 11, по-моему, да. Самая интересная сложность небольшая, что в API MAMAP и MAMAP передается два параметра. То есть указатель и размер. Соответственно, трюк в том, что я выделяю в начале выделенного кускопа памяти некую область, в котором я помещаю размеры, выделенные нашей памяти. Ну, то есть я ее туда записываю, а потом я отдаю указатель со смещением. Да, когда я получаю этот указатель, например, для того, чтобы освободить память, я прыгаю за смещение, смотрю размер и уже вызываю диалогат. Для локации. Соответственно, вот эта шаблонная функция, она позволяет принимать, в принципе, любые функции из этого API, где написано «локация», да, и передавать ему параметры. Вот. В C++11 появилась такая очень удобная тема с шаблонами. В вариаде templates. Очень удобно. Ну, и вот это как выглядит, если у нас там «alloc-interleafed», я вызываю с помощью этого хелтера «numa-alloc-interleafed subset», размер, который мы хотим эмоцировать. Ну, и, соответственно, это битмаск, который, ну, это врапер над теми функциями системы. Соответственно, когда я освобождаю, я вот беру указатель, прыгаю в начало, и вот все получаю как надо. Дальше. Я хотел рассказать немножко про то, как, перед тем, как рассказать, как мы это выгнаете использовать для обхипа, как можно использовать Numa, и как его можно применять, и таких хитростей есть для разных версий Java, и как вообще garbage collector оптимизированы для Numa. Соответственно, насколько я помню, это в семерке было сделано, в восьмерке это точно есть. Вот есть такой флаг плюс XX, ой, я, наверное, ошибся, извините, минус XX, двоеточие, плюс use Numa. Я поправлю в слайдах, в принципе, тогово. Извините, это ошибка. Добавив этот флаг, вы автоматически включаете аллокацию кучи, особенно если вы вызвали метод all-is-pre-touch, в виде интерлифт по переменной странице будут кучи, распределены по переменам по Numa нодам. Это уже дает буст. То есть, к сожалению, все мои замеры потерялись, сейчас у нас нет возможности замерить на машинах с двумя процессорами, но то, что я замерял, у нас до плюс 10% было. Причем бичмарки были связаны чисто по большей части работы с кучей. Соответственно, мерили на восьмерке и с J1-GC, garbage collection, коллектор J1. Но, к сожалению, это дает, конечно, прораспроводительности, но эти все вещи, они, так называемые, не Numa-Aware. То есть, это самый простой способ, это вот то, что я говорю, rule of thumb, то есть, он не дает особенностей никаких, который позволяет еще лучше использовать тот факт, что мы работаем на Numa-системе с многими процессорами. Соответственно, в Oracle, конечно, над этим работали. Соответственно, Z-GC, он Numa-Aware. То есть, вы, включив тот флаг, вы уже автоматически добавляете определенные преимущества. Но Z-GC не так популярны. А вот J1 очень популярен. Из 14-й версии он уже в OpenJDK, Numa-Aware. Ну, соответственно, 14-й выше. Бэкпорта на 11.8, к сожалению, нет. Я знаю, что есть только в Oracle. То есть, если кто-то имеет коммерческий саппорт Oracle, вы можете уже вкусняшкой пользоваться для восьмой. Но, к сожалению, у нас сейчас большинство не имеет поддержку коммерческого саппорт Oracle, и вынужден использовать, ну, Timurin, там, предположим, или OpenJDK, или еще чего. И вот для них, соответственно, это все доступно с 14-й Java или 17-й UPS. Ну, или вы используете Z-GC. Ну, соответственно, чем отличается работа Numa-Aware и G1? Потому что для Z-GC примерно то же самое. Соответственно, как вы помните, G1 выделяется, куча делится на регионы, и они, ну, лассируются там по номеру. То есть, если у нас включен этот флаг, у нас эти кучи делятся на, ну, объединяются в некий множество, которые припинены к определенной ID Numa-Noda. Как это используется? Используется тем, что у вас, предположим, есть, как сказать, мутатор треп, который создает объекты на куче. Он их создает на соответствующем регионе, который получаем процессор, на котором работает этот треп, узнаем у него ID Numa-Noda и создаем наши страницы, то есть, аллоцируем в TLAB наш объект именно в том самом регионе. Это если размер G1 хип-региона больше, чем размер его страниц. Обычно это так, потому что размер страницы в памяти 4 килобайта, а размер G1 региона это обычно, ну, по-моему, 1-2 мегабайта. То есть, там, по-моему, до 32 мегабайт, но обычно он 1-2. То есть, мы уже сразу получаем наше преимущество. Если у нас короче размер страницы для ввоза слишком большой, мы, к сожалению, не можем использовать это преимущество. Но обычно у нас вот как слева. То есть, редко кто задает размер страницы в памяти, больше 40 килобайт, то есть, обычно ничего не пользуются. Соответственно, дальше у нас, когда происходит малость вверху мусора, то есть, Surviving, когда мы перемещаем объекты, Surviving в TLAB, у нас, соответственно, страды, которые вы задаете, вот, Max, Parallel, Thread, Scalm, да, в параметре G1, они тоже, соответственно, содержат, ну, то есть, пропиниваются определенные нумо-ноды. Их, конечно, в принципе, обычно число равно число ядер. Вот, соответственно, перемещаются объекты тоже в ту самую нумо-ноду, в которую они были аллоцированы. Соответственно, аллокация, если у вас не хватает у 3D памяти, она не будет перемещаться в другой регион, она будет аллоцироваться в отдельный регион для Surviving, именно в той же нумо-ноде. То есть, таким образом, если у нас нумо-ноддер, Garbage Collector, мы можем очень сильно сэкономить, и я видел там приличные замеры, то есть там плюс 10, плюс 20 процентов, но нет, бетчмарк в джобсах. Вот. То есть, если у вас достаточно свежая Java, и у вас мегапроцессорная система, то есть у вас там два процессора и больше, то вам обязательно надо это использовать, то есть даже если вы не используете Archive Knight, то есть в приложении добавить этот флажок и померить на NT и убедиться, как-то я тоже в своем убеждался, что преимущество есть. Соответственно, в Ignite, просто как я реализовал этот модуль, можно дополнительно правильным образом аллоцировать даты региона. Соответственно, модуль, он уже есть, он уже собран, работает он только, соответственно, на x864 или AMD64 и Linux. То есть вам достаточно поставить Linux, вам нужна либо Numa, но, как я говорил, это установка Numa-KTL, и, скорее всего, она у вас уже стоит, если у вас мегапроцессорная система автоматически. Соответственно, патч на x214. Ну, соответственно, установка примерно так. Если у вас RedHat, вы делаете U-Install, если у вас Ubuntu или Debian, это Get-Install, Numa-KTL, и вы, соответственно, опциональные Numa-локаторы, которые тебе. Дальше вам, когда вы описываете регион, в данном случае Default Data Region, вам нужно добавить соответствующие опции, а именно Property Memory Allocator. Соответственно, для каждой из функций, которая была описана мной в LibNuma, написана соответствующая стратегия. Соответственно, для Numa Alloc это Simple Numa Allocation Strategy, или если это Local Node, то вы можете передать номер ноды. Если это Local, то у Нuma Allocation Strategy у него никаких параметров нет. Если это Interli, вы хотите на все размазать, вы можете выбрать такой параметр, то есть ничего не задав, либо вы можете задать список нод и номера их передать вот таким образом, стандартным образом. Соответственно, если у вас Java конфиг, там все еще проще. Вам нужна опция Memory Allocator и интерфейсы имплементированы у него, соответственно, вот Numa Allocator и вот стратегии, соответственно, имплементированы. Interli, вот Numa Allocation Strategy, Simple и Local, Numa Allocation Strategy. Если вы хотите чего-то почитать, соответственно, вот эти ссылки, вы можете в QR-коды скопировать, либо пройти по ссылке, которую я сейчас в чате кину. Это слайды. То, что вы видите, это все на GitHub или GitHub.io. По Numa Allocator, ну, вот то, что я, в принципе, рассказал, как им пользоваться, как ставить, оно лежит у исходников. Соответственно, интересная статья про Numa Allocator G1GC, которая расписывает более детально, как реализовано вот это расширение G1GC в Java 14. И, соответственно, другое, последняя ссылка, это документация по Numa Linux. Там хорошо расписаны системные вызовы, интерфейс люб Numa, и, в принципе, многие технические подробности. Заранее извиняюсь, что нет бенчмарков, потому что у меня нету железа. Вы можете, конечно, поиграться, достаточно легко сделать, собрав ядро Linux с определенной опцией. Вы можете эмулировать Numa ноды, но это эмуляция. То есть уже никакого приростка не получится. Вы можете просто разрабатывать, тестировать, смотреть, вот такие вещи делать. Но, к сожалению, и не замерять надо на реальном железе. В принципе, у меня все. Спасибо. Ваня, спасибо, во-первых. Вообще отличный доклад. Хотел я спросить у тебя, ты вот что предполагаешь, что этими локаторами делать? Ты сам же говоришь, что такой интерлив нормальная тема. Остальные... Я, смотри, смотри, на самом деле можно очень просто... Я тут не описал. Ты можешь сделать так. И это многие делают, насколько я знаю, для всех тарантов и прочее. Ты можешь, например, запустить два инстанса Ignite на одной ноде и перебив, например, весь процесс в одной ноде. Это делается через переменную среду. Я сейчас ходу не скажу, но на гугле... То есть ты можешь запустить процесс, забив переменную среду и сказать, что этот процесс должен жить на этой ному-ноде. И тогда выбрав аллака... Алак... Прости, аллок, вот этот... Ну, симпл аллок. У тебя все будет на одной ному-ноде. То есть, предположим, у тебя большая тачка, у тебя два процессора и терабайт оперативки. Ты можешь, например, поднять один Ignite на условный... Одной 512, а второй на другой 512. У тебя будет на тачке две ному... Два из насигната, например. И, предположим, у тебя два SSD, два контроллера засунуты. Ну, получается вот так. Почему нет? Это первая опция. Вторых, почему вот Numa Interlift полезно задавать ноды? смотри, если у тебя, например, вставлен Intel Optane, ты можешь, например, использовать Optane в режиме Volatile Memory. То есть, Optane дешевле, чем VDR, но медленнее. И ты можешь, например, в одну... две Numa-ноды условно сделать на обычный VDR, типа, быстрый датарегион, и две Numa-ноды, ну, если мы говорим о двухпроцессовой тачке, на Optane. Это, как бы, более медленный датарегион, но он, типа, большой. Ты можешь, например, там, типа, холодные данные хранить там. И вот для этого сценария Interlift Allocator Strategy с параметрами вот этими, оно поможет. Allocator задается для региона у тебя? Да, да, для региона. Ну, ты можешь сделать и дефолт для региона, можешь сделать для нескольких регионов. Ваня, такой вопрос, а Interlift вообще за счет чего дает прирост-то? То есть, такое ощущение, что он, как бы, даже у нас там был, допустим, в одном, там, выделен, в одной ноды, если мы равномерно на каждый процессор там, приходим с задачами, и каждый процессор, ну, там, допустим, четыре процессора, то есть, там, три четверти, они ходят в этот регион медленно, ну, от всех запросов, там, одну четверть, которая попадает на этот процессор, он ходит там быстро. То есть, если мы точно так же на Interlift сделаем, то есть, на все ноды это разбросаем, точно такое же соотношение будет, ну, как бы, складывается. Нет, половина будет так, половина так. Ну, точнее, у тебя будет как? У тебя они не то, что все подряд, а идут поочередно, то есть, одна страница там, одна страница там. Ну, и вероятность попадания твоего запроса на нужную страницу точно так же, там, одна из, к четырем, ну, для четырех процессоров. Почему нет? Мы же говорим про двух, ну, и для четырех тоже, потому что у тебя, если у тебя четыре процессора, у тебя может так случиться, ну, и, скорее всего, случится, что у тебя так салоцируется регион, что у тебя там, ну, одну, ну, ну, он весь займет, например, а вторую он займет неравномерно. Таким образом. У тебя большая часть, например, будет в одном регионе, а вторым посадка. Вот мы это наблюдали, когда алоцировали регион на двух процессорах машины. То есть, хотя у нас был там, например, задается большой регион, который почти терабайт, да, но вот у тебя, получается, условно, он забивал почти всю 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 нему ноду, а на вторую он там частично. Потому что ему памяти не хватает. И тем сейчас такое неравномерная вещь. Ну, и наши бенчмарки показывают. Ну, то есть, это не только мы, это я знаю, что в MySQL также замеряли. Ну, то есть, я знаю, что в MySQL замеряли, то есть, если поискать Numa MySQL, то они давно сделали. Я знаю, что в Monge также сделали. Нет, просто получается, это все равно, как бы, если там вероятности все эти перемножить, то как бы одинаково. Ну, не одинаково, потому что у тебя получается, что в одном месте у тебя меньше сторон, а в другом больше. И они распределены не поочередно, а кусками. То есть, тебе получается, что в некоторых случаях, например, условно, ты как бы инициализировал регион, и там там, типа, забил страницу, ну, то есть, вот это Robinhood, нашу мапу, с горячими страницами, да, и она вся живет в одной Numa Noda. Ты тотчас заходишь. Ну, у тебя может и обратная ситуация получиться, что ты там в другую Numa Noda это все, ну, то есть, это все, как бы, вопрос вероятности, и они примерно ну, как бы, что в одном случае, что в другом одинаково. Ну, то, что мы замеряли, мы взяли Яртик, замеряли вот так, у нас 10% получилось. Можно же замерять не по среднему, а по выбросам. В смысле, мы замеряли и по среднему, и по латенции, у нас латенции было лучше. Не-не-не, я имею в виду перцентиль. Ну, латенции у нас было лучше, и перцентиль был. Ну, к сожалению, перцентиль-то хороший, Яртик не посмотрю, потому что он там странно очень рисуется. Но перцентиль должен быть лучше просто. Да. А среднее-то, да, такое же останется. Ну, вот у нас все получилось, что и среднее лучше стало. Но, правда, мы еще есть кучи, то есть, мы два опции задавали, вот.